Ваш ребенок пошел в школу. И, с одной стороны, это такой приятный, волнительный новый этап, с другой стороны, у него портится поведение, он постоянно взволнованный, иногда долго молчит, приходит раздраженный из школы, периодически бывают слезы, и даже у мальчиков сильно устает. Это все называется кризисом 7 лет. И в этом видео подробно расскажу, что это такое, и как избежать последствий этого стандартного для всех детей кризиса. Всем привет, с вами Шамиль Ахмадулин, и давайте разберемся, почему появляется кризис 7 лет. Итак, весь предыдущий период жизни ребенка, дошкольный период, основным видом деятельности ребенка была игра. Даже занятие в детском саду. Ребенок может в любой момент остановиться и переключиться на другое занятие. В общем, он постоянно играет, его считают маленьким ребенком, который может делать все, когда устал, отдыхает, ну и так далее. В школе правила игры меняются. Во-первых, есть уроки, которые идут ровно 45 минут. Ребенку нужно эти 45 минут ровно усидеть за столом, и не дергаться, не прыгать, то есть подавлять свои естественные желания, повертеться, встать, побегать. То, что всегда раньше было разрешено. И у многих детей эта функция еще не сформирована. И вот основная причина того, что ребенок из школы приходит уставший, измотанный, это не то, что он учился читать, писать, считать. Это не школьная нагрузка, а именно вот это подавление своих естественных желаний побегать, попрыгать. Во-вторых, нужно выстраивать новый формат отношений. Появляется учительница, которая, в отличие от воспитателя, предъявляет довольно четкие и строгие требования. Появляются одноклассники, с которыми нужно выстраивать взаимодействие. Часто у ребенка теряется ведущая роль. То есть, если он дома был всегда любимым, всегда на первом месте, то здесь есть конкуренция с другими детьми, есть какие-то насмешки, какие-то обзывательства. То есть, ребенку нужно находить себя в новой среде. Ну и в-третьих, появляются требования к расписанию ребенка. То есть, есть обязательная школа, тебе нужно вставать в определенное время, тебе нужно делать домашние задания. Где-то их задают, где-то в первом классе не задают. Но все равно у тебя есть четкий график, что и когда делать. И для ребенка это достаточно сложно. Кстати, чтобы нивелировать второй блок проблемы, то есть, научить ребенка качественно взаимодействовать как с одноклассниками, так и с другими взрослыми учителями, нужно научить ребенка правильно общаться. У меня есть чудесный вебинар, называется «Как научить ребенка общаться со сверстниками и со взрослыми». По ссылке под этим видео можно на него зарегистрироваться, будет уйма полезной информации. Так что, если ваш ребенок в начальной школе 6-7-8 лет проходит этот кризис, вам будет очень актуально. Что же с этим делать? Дам несколько приемов и советов, которые будут вам полезны. Что делать? Во-первых, нужно подружиться со своим ребенком. То есть, нужно с ним больше разговаривать, откровенно разговаривать, чтобы ребенок вам подробно рассказывал, что с ним происходит, делился своим эмоциональным состоянием, делился своими эмоциями. Для этого вы тоже должны с ребенком делиться своими эмоциями. Это позволит вам, если в школе происходят какие-то ситуации неприятные, плохие отношения со сверстниками, с учителем, тогда ребенок с этими проблемами будет с вами делиться, и вы сможете их помочь ребенку решить. Если вы ребенка постоянно критикуете, ругаете, когда он с вами делится информацией, что-то вам рассказывает, то это просто приведет к тому, что ребенок абсолютно вам ничего не будет рассказывать. Да, и вы будете о проблемах узнавать о других людей. Далее. Очень важно не критиковать ребенка в присутствии других людей. Здесь у ребенка очень сильно оголяется его самооценка. С одной стороны, его начинают критиковать его же одноклассники, и для ребенка это уже неприятно. С другой стороны, учитель, который предъявляет определенные требования, и ребенок очень болезненно реагирует на любую критику, тем более критику при третьем человеке, тем более, если этот человек будет мама какого-то одноклассника, либо учитель, либо другие дети. Хорошим приемом будет в конце дня с ребенком обговаривать и разговаривать о прошедшем дне. Вы рассказываете немножечко ребенку о том, как прошел ваш день, ребенок подробно рассказывает вам о том, как прошел его день. И это очень важное упражнение, потому что если ребенок вдруг не захочет вам рассказывать, или вы увидите, что его эмоциональное состояние во время рассказа какое-то нестабильное, его тянет в слезы, то вы поймете, что что-то здесь не так, и нужно эту проблему находить и решать. Важно обратить внимание и на процесс обучения. К ребенку начинают предъявлять новые требования. Ему нужно хорошо читать, писать, считать, выполнять какие-то упражнения. Я здесь очень люблю аналогию с футболом. Вот представьте, есть ли смысл учить футболиста хорошо бить по мячу, вводить, давать пас и так далее, если он попросту не может 90 минут игры пробежать? Нет, нельзя, потому что у футболиста сначала нужно натренировать оффлент. ОФП, общую физическую подготовку. С ребенком то же самое. Есть такое понятие ОИП, общая интеллектуальная подготовка, это развитие когнитивных навыков. Это развитие внимания, памяти, мышления. И важно уделить внимание тренировке этих навыков. Тогда процесс обучения в школе будет даваться значительно легче, проще. Ребенок начнет получать хорошие оценки, самооценка будет нормальной, хорошей, и, соответственно, общий эмоциональный фон будет хорошим. Также важно составить расписание с ребенком и контролировать это расписание. То есть ребенку очень сложно самому жить в режиме, когда есть время для завтрака, есть время для обеда, есть время для учебы, есть время для домашних заданий, есть время для каких-то секций. То есть вместить это все в день ребенку самостоятельно довольно сложно, поэтому вы должны немного помогать ребенку контролировать расписание. Ну и вам нужно поддерживать обязательно связь с учителем для того, чтобы понимать, что в жизни ребенка происходит, для того, чтобы вместе с учителем, которого лучше воспринимать как помощника, советчика, а не как какую-то злую тетю, которая настроена на то, чтобы ставить вашему ребенку плохие оценки. То есть с учителем надо поддерживать хорошие отношения, потому что цель у вас одна, это обучение и развитие ребенка. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк, и я пойму, что оно было для вас полезно. Ну и пишите, пожалуйста, в комментариях, как у вашего ребенка проходит или прошел уже кризис 7 лет. Ну а с вами был Шамиль Ахмадуллин, встретимся в следующих видео. Пока-пока.